Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Мы в целом довольны тем сбором, который у нас здесь прошел. Это и первый сбор, и второй. Ну, в целом, это турецкая наша поездка. Нам удалось практически все сделать. Естественно, здесь был ураган, и поэтому это внесло свои корректировки. Мы не сделали, допустим, два тренировочных дня. Это четыре тренировки, которые мы запланировали. Из них три нагрузочные. Но так бывает, и нужно быть к этому готовым. Мы компенсировали немножко другими вещами. Это силовая работа, это теоретическое занятие. Мы больше включили, наверное, голову. Потому что для нас было важно, чтобы мы были одним механизмом на поле. В целом, игры, которые мы, ребята, провели потом, после вот этого, они показали, что мы хорошо думаем на поле под нагрузкой. Вот я так скажу. Опять же, это говорит об уровне наших футболистов, об их интеллектуальных способностях. То есть интеллект высокий, потому что ребята воспринимают. Они воспринимают даже вот, когда теорию ты проводишь, или ты указываешь на макете. Парни, нужно вот так сделать. Понятно, что многие вещи, которые мы отрабатываем, они знакомы. Но это говорит об их характере и об их интеллекте. То, что они собраны, они терпят. Хотя я не люблю это слово, терпят, но они держатся, как мужики. Для нас было важно, чтобы вот этот характер с интеллектом, он был совмещен в игре. Потому что очень тяжело держать концентрацию, ее не потерять и двигаться в нужном нам направлении. Там то, что выпало, но, слушайте, мы наверстаем это на третьем сборе, где нагрузка будет увеличена и интенсивность будет увеличена. Приятные впечатления оставили абсолютно все спарринги. Они были разные. Какой-то спарринг был более жестким, да, какой-то такой чересчур, наверное, грязным. Но через это надо проходить. Были спарринги, которые очень интересны в плане мысли. Все команды же по-разному, разного стилистика. И вот как мы будем действовать на фоне нагрузок против команды разного стиля, для нас это было важным приоритетом. Еще нужно отметить, что у нас действительно золотой коллектив. Потому что абсолютно все сотрудники клуба, все футболисты, как одно единое целое, один механизм, который понимал, что всем непросто, всем тяжело. Не было негатива. Я очень, знаете, горжусь каждым сотрудником вообще вот команды нашей, потому что все позитивно, все друг другу помогали. И вот было одно единое целое, единение. Пожалуй, вот это нам помогало сделать работу качественно, сохранить человеческие отношения. Не просто их сохранить, а приумножить. Потому что мы сделали очень много до этого. И мы понимаем, что это уже своего рода такая традиция нашего клуба, где строится все на взаимоуважении, на помощи друг друга. Но при этом, когда работа, все отдаются по максимуму. Абсолютно все. Вот не только футболисты, да, и тренеры, доктора, массажисты, там, пресс-службы, администраторы. То есть все работают по максимуму. И эта работа, может быть, не видна, но вот это же всегда видно. Это включение, это такое вот включение, и когда ты видишь, что там те же администраторы или врачи, они выжаты после каждой тренировки, или после рабочего дня, который заканчивается у них, там, у ребят 12 ночи, да. Это дорогого стоит. Но это нужно ценить. Ребята это ценят. Мы это ценим. Ну, в общем, ценим друг друга. И помогаем друг другу. Вот, наверное, вот из-за этого у нас получился такой коллектив. Сборы прошли отлично. Провели огромный объем работы. Все удалось сделать. Немножко непросто из-за того, что месяц мы находились тут, больше психологически, наверное. Вот, ну, благодаря атмосфере в команде все прошло гладко и отлично. Наверное, интереснее было играть с Рубином, Ахматом. Мы все носили определенный характер, там, деленные нам действия надо было делать. Поэтому не могу так какой-то матч выделить. Хочется сказать то, что я впервые на таких сборах, на сборах такого уровня. Мне нравится работать со столь профессиональными игроками, с игроками такого уровня. Каждый день я получаю от них что-то новое. Безусловно, для меня это вообще колоссальный опыт, чему я очень рад. Мне очень нравится коллектив в нашей команде. Меня поддерживают. И благодаря этому работать легче намного. То есть никакого пихача, ничего нет. Просто хочется работать, прогрессировать, показывать себя. Все знают то, что футбол состоит из мелочей. То, что очень много людей прикладывают усилия для нашего общего процветания. И, безусловно, хочется работать после этого, не покрудая рук. То есть каждый раз, каждый день все больше усилий прикладывать, чтобы это давало плоды для всех нас, для всех людей, которые над этим работают. Я очень благодарен такой возможности работать с основной командой. И, конечно, хочется рассчитывать, что это не последние мои тренировочные сборы, и не последняя моя работа в составе основной команды. Но это уже зависит от меня. Я это понимаю. Нужно работать, прилагать максимальные усилия.